Военный совет, на котором князю Андрею не удалось высказать свое мнение, как он надеялся, оставил в нем неясное и тревожное впечатление. Кто был прав, Долгоруков с Вейротором или Кутузов с Лонжероном и другими, не одобрявшими план атаки, он не знал. Но неужели нельзя было Кутузову прямо высказать государю свои мысли? Неужели это не может иначе делаться? Неужели из-за придворных и личных соображений должно рисковать десятками тысяч и моею, моею жизнью, думал он? Да, очень может быть, завтра убьют, подумал он. И вдруг при этой мысли о смерти целый ряд воспоминаний самых далеких и самых задушевных восстал в его воображении. Он вспоминал последнее прощание с отцом и женою, он вспоминал первые времена своей любви к ней, вспомнил о ее беременности, и ему стало жалко ее и себя, и он в нервично размягченном и взволнованном состоянии вышел из избы, в которой он стоял с Несвицким, и стал ходить перед домом. Ночь была туманная, и сквозь туман таинственно пробивался лунный свет. «Да, завтра, завтра, — думал он. — Завтра, может быть, все будет кончено для меня. Всех этих воспоминаний не будет более, и все эти воспоминания не будут иметь для меня более никакого смысла. Завтра же, может быть, даже, наверное, завтра, я это предчувствую, в первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать. И ему представилось сражение, потери его, сосредоточение боя на одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот тулон, которого так долго ждал он, наконец представляется ему. Он твердо и ясно говорит свое мнение и Кутузову, и Вейротору, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берется исполнить его. И вот он берет полк, дивизию, выговаривает условия, чтобы уж никто не вмешивался в его распоряжение, и ведет свою дивизию к решительному пункту, и один одерживает победу. О смерти страдания, говорит другой голос. Но князь Андрей не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи. Диспозиция следующего сражения делается им одним. Он носит звание дежурного по армии при Кутузове, но делает все он один. Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он. Ну, а потом, говорит опять другой голос. А потом, ежели ты десять раз прежде этого не будешь ранен, убит или обманут. Ну, а потом, что ж? Ну, а потом, отвечает сам себе князь Андрей. Я не знаю, что будет потом. Не хочу и не могу знать. Но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого. Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой, что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как недороги, немилы мне многие люди, отец, сестра, жена, самые дорогие мне люди. Ну, как не страшно и не неестественно это кажется. Я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей, подумал он, прислушиваясь к говору на дворе Кутузова. На дворе Кутузова слышались голоса укладывавшихся денщиков. Один голос, вероятно, кучера, дразнившего старого кутузовского повара, которого знал князь Андрей и которого звали Титом, говорил, Тит, а Тит? Ну, отвечал старик, Тит, ступай молотить, говорил шутник. Тьфу, ну, тебе к черту, раздавался голос, покрываемый хохотом денщиков и слуг. И все-таки я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими, дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане. Восемь часов Кутузов выехал верхом к працу. Выехав к деревне прац, он остановился. Князь Андрей в числе огромного количества лиц, составлявших свиту главнокомандующего, стоял позади его. Князь Андрей чувствовал себя взволнованным, раздраженным и вместе с тем сдержанно-спокойным, каким бывает человек при наступлении давно желанной минуты. Он твердо был уверен, что нынче был день его Тулона или его Аркольского моста. Как это случится, он не знал, но он твердо был уверен, что это будет. Налево внизу, в тумане, слышалась перестрелка между невидными войсками. Там, казалось, князю Андрею сосредоточатся сражения, там встретятся препятствия, и туда-то я буду послан, думал он, с бригадой или дивизии, и там-то с знаменем в руке я пойду вперед и сломлю все, что будет передо мной. Князь Андрей не мог равнодушно смотреть на знамена проходивших батальонов. Глядя на знамя, ему все думалось, может быть, это то самое знамя, с которым мне придется идти впереди войск. Ночной туман к утру оставил на высотах только иней, переходивший в росу. В лощинах же туман растелался еще молочно-белым морем. Ничего не было видно в той лощине налево, куда спустились наши войска и откуда долетали звуки стрельбы. Над высотами было темное ясное небо, и направо огромный шар солнца. Впереди, далеко на том берегу туманного моря, виднелись выступающие лесистые холмы, на которых должна была быть неприятельская армия, и виднелось что-то. Вправо вступала в область тумана гвардия, звучавшая топотом и колесами и изредка блестевшая штыками. Налево за деревней такие же массы кавалерий подходили и скрывались в море тумана. Спереди и сзади двигалась пехота. Кутузов, сопутствуемый своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами. Проехав с полуверсты в хвосте колонны, он остановился у одинокого заброшенного дома, вероятно, бывшего трактира, подле разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору, и по обеим шли войска. Туман начинал расходиться, и неопределенно в верстах в двух расстояниях виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево внизу стрельба становилась слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом. Князь Андрей, стоя несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, обратился к нему. «Посмотрите, посмотрите», — говорил этот адъютант, глядя не на дальние войска, а вниз по горе перед собой. «Это французы!» Два генерала и адъютанты стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого. Все лица вдруг изменились, и на всех выразился ужас. Французов предполагали за две версты от нас, а они явились вдруг неожиданно перед нами. «Это неприятель?» «Нет!» «Да смотрите!» «Он!» «Наверное!» «Что же это?» — послышались голоса. Князь Андрей простым глазом увидал внизу направо, поднимавшуюся навстречу обширонцам, густую колонну французов, не дальше пятисот шагов от того места, где стоял Кутузов. Вот она, наступила решительная минута. Дошло до меня дело, — подумал князь Андрей, и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову. «Надо остановить обширонцев!» — закричал он. «Ваше высокопревосходительство!» Но в тот же миг все застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и наивный испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал «Ну, братцы, шабаш!» И как будто этот голос был команда. По этому голосу все бросилось бежать. Смешанные все увеличивающиеся толпы бежали назад. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не поддаться назад вместе с толпой. Болконский только старался не отставать от Кутузова и оглядывался, недоумевая, и не в силах понять того, что делалось перед ним. Несвицкий, с озлобленным видом, красный и на себя непохожий, кричал Кутузову, что, ежели он не уедет сейчас, он будет взят в плен, наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него. — Вы ранены? — спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти. — Рано не здесь, а вот где, — сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих. — Остановите их! — крикнул он. И в то же время, вероятно, убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад. Войска бежали такую густою толпою, что раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал «пошел», что замешкался, кто тут же оборачиваясь стрелял в воздух, кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов. С величайшим усилием выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидал на спуске горы в дыму еще стрелявшую русскую батарею и подбегающих к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу, упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук. Знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команды стали стрелять. Ух, с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся. — Болконский! — прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. — Болконский! — прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля. — Что ж это? Но прежде, чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя слезы, стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени. — Ребята, вперед! — крикнул он детски пронзительно. — Вот оно! — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением, слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него. Несколько солдат упало. — Ура! — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним. Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «Ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшиеся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу. Он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в двадцати шагах от орудий. Он слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них. Он вглядывался только в то, что происходило впереди его на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с битым набок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянные и вместе озлобленные выражения лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали. «Что они делают?» – думал князь Андрей, глядя на них. «Зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз, не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его?» Действительно, другой француз с ружьем наперевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, все еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкой упалкой, кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное – неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел. «Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются!» – подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взятый ли спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей. Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как со злобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба. И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет. Ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу. На Пратцинской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном. К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове. «Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче, было первой его мыслью?» «И страдания этого я не знал так же», — подумал он. «Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?» Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять все то же высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт и голосов, подъехали к нему и остановились. Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами. Буанапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении батарей, стреляющих по плотине Аугеста, и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения. Он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь, сброшенным подли него древком знамени, знамя уже как трофей было взято французами. «Вот прекрасная смерть», — сказал Наполеон, глядя на Балконского. Князь Андрей понял, что это было сказано о нем, и что говорит это Наполеон. Он слышал, как называли «сир» того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову. Он чувствовал, что исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое, вечное небо. Он знал, что это был Наполеон, его герой. Но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками. Ему было совершенно все равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нем. Он рад был только тому, что остановились над ним люди. И желал только, чтобы эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь. Он собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произнести какой-нибудь звук. Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший слабый болезненный стон. «А, он жив!» – сказал Наполеон. «Поднять этого молодого человека и снести на перевязочный пункт». Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль. Лихорадочное состояние усилилось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне, и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигуры маленького ничтожного Наполеона, и над всем этим высокое небо, составляли главное основание его горячечных представлений. Тихая жизнь и спокойное семейное счастье в лысых горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим счастьем, когда вдруг являлся маленький Наполеон со своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом, и начинались сомнения, муки, и только небо обещало успокоение. К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого Ларрея, доктора Наполеонова, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением. «Этот субъект нервный и желчный», — сказал Ларрей, — «он не выздоровеет». Князь Андрей в числе других безнадежных раненых был сдан на попечение жителей. Субтитры создавал DimaTorzok